Привет! Мечтаешь научиться планировать, но тебе кажется, что это очень сложно? У тебя в шкафу стоит вот такая вот незаполненная стопочка планеров, которые ты только начал вести и сразу же закончил? Иногда твоя голова просто взрывается от количества дел, которых нужно сделать? Спокойно, спокойно. У меня для тебя есть волшебная таблеточка. Ладно, шучу. Таблеточки нет, но есть опыт более 10 лет планирования, в который 99,9% поможет тебе в этом прекрасном, замечательном, волшебном деле. Поверь, я успела перепробовать миллион разных способов планирования, и кажется, сейчас я нашла самый идеальный. Про него я немного рассказывала, но не углублялась прям вот так вот сильно. Некоторые из моих способов планирования ты можешь увидеть в плейлисте о планировании, но сегодня мы поговорим о моменте здесь-сейчас, как же я это делаю, и как я уверенно буду делать это еще долго, долго и долго, может быть, даже до конца своей жизни. Так все же, с чего же в основном начинается планирование? Это, естественно, либо с покупки блокнота, он должен быть не обязательно планером. Конечно, он вам облегчит задачу, потому что там уже будут дополнительные графы, все будет приблизительно просто, нежели чем в обычном блокноте. Но если возможности купить какой-то планер нет, то подойдет даже обычный блокнот для начала. Также есть второй вариант, это заметки, или же какое-то стороннее приложение. Сразу скажу, в отношении меня приложения по планированию для меня не работают, потому что я туда не захожу, это не становится моей привычкой, и максимум, что я планирую, это встречи по времени. Но я вам не рекомендую начинать с приложений. Как по мне, это сложно, и вы можете послушать много роликов на тему планирования, вам скажут, что все-таки от руки это работает намного лучше и намного эффективнее. Насколько я знаю, есть Google Planner и также Todoist. Все остальные, насчет них я не ручаюсь. Вот этими двумя я пробовала пользоваться, не получилось, но, может быть, у вас получится. Сейчас мини-мини микроплан дам, именно потому, если вот вы только начинаете планировать, не начинайте с самого сложного. Вам все, что нужно, это взять обычный лист бумаги, даже можете не блокнот покупать, вот хотите прямо сейчас взять, возьмите лист бумаги и выпишите все, что у вас есть в голове. Вот все-все-все задачи, неважно. Это важное, срочное, неважно. Это может быть, что вы хотите в будущем, это все, что угодно. Может быть, вам картошку нужно сегодня купить, ладно. Картошку не покупайте, купите лучше морковку и овощи. И прямо можете отойти, подумать, и вот этот лист весь полностью заполнить. Не нужно сразу пытаться распределить все по графу. И третий наш пункт, не надо стремиться сразу придумывать там маркеры, какие-то стикеры. Да, это вам поможет, да, это вам будет нравиться. Но начните с самого простого, если вы только начинаете. И еще, это четвертое и самое важное, если вы не досмотрите видео до конца, это лучше, меньше и качественнее. Мне кажется, это работает везде, так же и в планировании. Многие люди, когда начинают заниматься планированием, у них прям стоит такая основная цель, это максимальное количество дел поставить на день. В итоге, что происходит, и вы можете, те, кто планировали со мной, согласиться, написать в комментариях, было ли у вас так. Вы пишете много целей, в итоге вы не успеваете даже больше половины этих целей, и вы страдаете, потому что вы чувствуете себя неуспешным. Зачем? Планирование нужно, чтобы как раз-таки чувствовать себя успешным, чтобы находить время на отдых, на задачи, на все сферы вашей жизни. Поэтому, друзья, меньше и качественнее. Но сейчас перейдем конкретно к тому, как же я планирую, и вы можете этот метод также использовать у себя. Если вы не знаете, как планировать месяц, год, не знаю, пять лет, то начните с самой мелкой задачи. Запланируйте хотя бы сегодняшний день или завтрашний день, потому что плюс-минус вы будете хотя бы чуть-чуть понимать, что вам нужно сделать. Потому что даже я не могу иногда запланировать месяц, потому что у меня нет понимания, что буду там делать. Как бы есть плюс-минус, но какой-то конкретики нет. Я думаю, что если получится, и если вам захочется, я могу снять видео на тему коллекции своих ежедневников. Мне идея-то пришла в голову, что вам будет интересно посмотреть, как они выглядели у меня. Я постараюсь их найти, потому что это не так просто. С момента появления конкретной структуры моя жизнь заиграла новыми красками. Это время, когда была только я. Блокнот, ручка, может быть, какая-то спокойная музыка в ушах. Чаек, да, я часто приезжала в какие-то заведения. И знаете, если вы действительно не испытываете какого-то кайфа, когда вы планируете, то поверьте, если вы настроите атмосферу, да, очень важно, чтобы то, чем вы пишете. Если ручка не нравится мне нажатием, если она растекается, если она, наоборот, толстая. Серьезно, это будет очень сильно противостоять процессу моего планирования. Также, если бумага, на ней очень темные полосы нарисованы, вот, прочерчены, да, именно квадратиком. Это также мне не нравится, потому что очень сильная концентрация на них, а не на тексте, который я пишу. Поэтому я стараюсь выбирать, если просто блокноты, и как рекомендация вам, с более простыми и не яркими листами. Естественно, атмосфера, в которой вы планируете, должна быть неотвлекающей. Если будет играть громкая музыка, вас постоянно будут дергать, вы не получите стопроцентный кайф от этого. Поэтому постарайтесь, может быть, не знаю, если вы работаете, да, выделить время утром. Я считаю, что лучше планировать с вечера, потому что за ночь, как вы знаете, наш мозг подготавливается. И он, можно сказать, уже настраивает себя на те действия, которые вы ему, грубо говоря, запрограммировали в блокноте. Если вы это утром напишите, это будет не так, но если есть только утром время, то окей. Но помимо планирования, важно также и подводить итоги дня, потому что какой смысл планировать и не понимать, что ты сделал, а что ты не сделал. Я также подвожу успехи дня, этому меня научили в сообществе IQ+. Поэтому благодарность им огромная, сейчас это делаю каждый день. Предыстория. Что же лично мне дает подведение итогов дня и планирования? Первое. Чувство, что день прожит не зря. Подмечая свои успехи, вы даете понять своему мозгу, что вы на правильном пути. Вы осознаете, что вы на шаг ближе к цели. Второе. Вы развиваете свою благодарность. Чувство благодарности играет значительную роль в нашей жизни. От него во многом зависит ваше мировоззрение и, соответственно, тот мир, в котором вы живете. Входя в энергии благодарности, вы перемещаетесь на новые, абсолютно чистые, позитивные вибрации, где получаете даже больше, чем хотели. Это доказано учеными. Но мы с вами не будем углубляться в факты. Когда я первое время подводила такие успехи, как заправила кровать, приготовила кашу, сходила в школу, ну там, в университет. Для меня казалось, какой это успех? Это же вообще просто обычное действие. Но не тут-то было. Это действие также является вашим успехом. Потому что иногда вы просто не выходите на улицу. Вы не делаете ничего, что ведет вас к цели. Вы что, проживаете свою жизнь зря? Нет. Вы заправили кровать, сделали чистоту. Вы приготовили завтрак, может быть, кому-то. Это также у вас успех. Вы убрались, значит, вы на шаг ближе к чистоте. Может быть, вы сходили в университет. Ура! Один день позади. Ну, то есть, это также ваши успехи. И если мыслить, исходя из этого, ваша жизнь просто будет волшебной. И, кстати, кто мне задавал вопрос, как находиться в моменте здесь и сейчас, это вот именно об этом. После этого я стала больше ценить момент здесь и сейчас, присутствовать настоящим. Потому что ты замечаешь свое каждое действие, и ты каждое действие оценишь. Сегодня такое довольно информативное видео. Я надеюсь, вам нравится. Не забудьте поставить, конечно же, палец вверх, подписаться на канал. И поставить на колокольчик, чтобы уведомление о моих роликах приходило. Потому что я бы могла записать короткий ролик, но мне почему-то так хочется все прям выдать в этом ролике. Может быть, его разделить на две части. Не знаю, подумаем. Да, может быть, кстати, так и сделаем. Ну и еще такой лайфхак. Именно если хотите полностью окунуться с головой в момент здесь сейчас, попробуйте записывать свое действие. Допустим, сейчас я начала снимать этот ролик. И я записала, что ролик я начала снимать ровно в 11.30. Потом, когда пройдет время, когда я сниму ролик, я зайду, к примеру, посмотрю, сколько я ровно снимала времени. И я напишу. Монтировала ролик какое-то количество времени, к примеру, с 11.30. Ой, монтировала, снимала. С 11.30 до 12.30. Ровно час. Дальше. Вы думаете такие. Окей, все, дальше можно снимать. Важное дело сделано на день. Не-не-не. Вы пошли, допустим, кашу приготовить. Вы тоже засекли секундомер, записали, за 10 минут приготовила кашу. Ой, ребята, что вы почувствуете? Такую сильную энергетику вы действительно будете чувствовать, что вы делаете прямо сейчас. То есть, даже если подготавливаетесь к экзаменам и пишите, вот я готовлюсь к экзаменам. Записали время. И вдруг вы отвлеклись на инстаграм. Ну, вам надо записать. Отвлеклась на инстаграм, там в 10.45. Сидела там час. И вы будете понимать конкретно, куда уходит и улетает ваше время. Потому что вы, наверное, сидите и думаете. Виолетта, к примеру, да? Но сейчас вы так не думайте, потому что я более успокоилась, да? И уже так сильно не бомблю. Но, когда раньше было, мне все люди говорили, Виолетта, как ты успеваешь все делать? Я говорю, я просто планирую. И у меня все конкретно по времени расписано. Как может быть иначе? Я просто не отвлекаюсь. А даже если отвлекаюсь, то, ну, буквально на 5-10 минут. Когда у вас нет четкого плана на день, вы можете вообще залипнуть. На фильме, на телевизоре, на весь день. И все. Разве это круто? Итак, мой нынешний блокнот выглядит примерно вот так. То есть, это обычная тетрадка. Когда у меня закончился мой планер, и несколько дней я была без планирования, я поняла, что я начала терять энергию, потому что я не понимала, куда я двигаюсь, несмотря на то, что я даже чего-то там серьезного не делаю, но даже какие-то мелочи записать все равно куда-то нужно. И заметки мне не помогали. А заметка, кстати, мы поговорим с вами, наверное, в следующем ролике, потому что это уже большое получается. Естественно, сверху я всегда пишу просто дату. Допустим, 6 января, понедельник. И нам важно, чтобы у нас было максимум 3, минимум 1 важная задача на день. Мы не будем прямо опять уже выглубляться. Важная задача, да? Бывают важные срочные задачи, бывают важные несрочные. Что это значит? Важные срочные, это, к примеру, вам нужно забрать свой паспорт из какого-то центра, потому что если вы не заберете его сейчас, то, скорее всего, вы его вообще никогда не заберете, и он потеряется там. Это важные срочные. Но есть важные и несрочные задачи, которые помогают вам в целях, которые вы запланировали на будущее. К примеру, набрать там миллион подписчиков на YouTube. Вы не можете это сделать за одно действие, но вы знаете, что конкретно, чтобы это сделать, что вам нужно выкладывать ролики на канал. К примеру, одна из важных задач на день у меня стоит, допустим, да, монтаж влога с Бали или с Сочи, да. Рядышком я ставлю всегда восклицательный знак. То есть вы можете это делать, как хотите. Лично мне так просто удобнее. Что мне еще важно? Мне важно именно быть наедине с собой. И это не просто как ритуал, это действительно важно, чтобы я не забывала, и я пишу главным пунктом на день также общение с Богом, молитва, да, можно сказать, для кого-то это медитация. То есть наедине общение, это желательно в первый час дня, чтобы настроиться на день, зарядиться этой энергией и с ней уже творить. Ну и, к примеру, подвести итог недели и итог декабря. Потому что если вы не подводите итоги недели, итоги месяца, то вы... Ой, у вас это все накопится, вот сейчас скажу, у меня накопилось, до сих пор я не подвела итог декабря и понимаю, что тяну, тяну, тяну. Поэтому я обычно стараюсь, неважно в каком я застоянии, вот это важное дело доделать. Дальше у меня идут задачи, которые привязаны ко времени. Обычно я их в основном, как я сказала, пишу в календарь. Можете в этом ролике посмотреть, там все это конкретно объяснило. Все-таки мне нравится также и писать это. И я пишу, допустим, надо в Анель заехать, надо заехать в магазин, купить какую-то вещь, да, вот в это время. Это привязано все ко времени, и это не может быть выше важных задач, но и не может быть ниже, внизу этой страницы, по логике мозга, да. И дальше у меня идет обязательно три каких-то ритуала. Я их подчеркиваю, да, вы можете это тоже выбрать для себя. И здесь у меня вещи, которые я делаю действительно практически каждый день, но я их все равно записываю. Иногда они меняются, но для меня важно именно записать, чтобы мой мозг понял, что я это действительно завтра сделаю. Не знаю, как у вас, но у меня работает так. Если записала, Виолетта, давай сделай. Поэтому я и говорила, не планируйте очень много на день. Здесь у меня обычно йога, 15 минут максимум, потому что если захочу, сделаю больше. И, конечно же, чтение 11 минут, медитация или же бакуум, массаж щеткой, что-то вот из таких вот ритуалов. Дальше ваш день просто должен располагаться, как бы вот так вот идти вниз, но внизу обязательно оставьте место для задач, которые вы хотели бы сделать, да, и было бы желательно сделать. То есть не надо все писать вот сюда. Мозг будет воспринимать, что вам это все нужно сделать. Нет, вот именно, отведите черту. Скорее всего, если у меня останется время, я 30 минут подпишу реферат для учебы, да. Это не обязательно, но желательно. Вы это просто понимаете, что желательно, если бы вы сегодня это написали, вам завтра было бы легче. Но не получится, не получится. Вы не расстроитесь. Много сегодня уже с вами проговорила. Я также, наверное, в следующих роликах расскажу вам про то, как записывать успехи свои правильные, да, про то, как я именно, ну, покажу больше разворот, и как, может быть, с вами вместе заполняю эти дни. Потому что, друзья, не все в одном ролике. Слишком много информации. Поэтому, если вам был полезен этот ролик, и если у вас есть какие-то вопросы по планированию, то обязательно задавайте. Я буду снимать на эту тему ролики. Постараюсь покороче. Если вам нравится подлиннее, то уже напишите об этом. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. Желаю вам оставаться в душе всегда счастливыми. И важно, успели вы что-то за день или нет. Главное, чтобы вы были в гармонии с собой, с миром, со своими окружающими, дарили любовь и тепло. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok